Друзья, всем привет! Меня зовут Гудмен и сегодня нас, я считаю, ждет финал нашего расследования за гранью жестокости монстр в маске. Повторюсь, это шестая часть или седьмая, это седьмая часть, о боже. Так, мы в прошлый раз не показали парню фотографию. Кот видит тебя как сова. Два, четыре, крысы в квартире. Раз собачка с нас не сводит глаз, птица на дереве, ее ты узри 3. Два, четыре, один, три. Открыл уже. Пограбли. Еще монетки. Болтов у нас нету. Я не уверен, но по-моему это третий раз сцена, или это второй раз здесь. По-моему, три раза мы здесь ищем. Тем не менее, опять по списку, друзья. Отмечайте этот факт для себя и мотайте наул. CRS Games не хочет с нами работать. Алтурщики, вы же можете сделать, ну не то что идеальную игру, но вы можете сделать потенциальный хит. Это же ваша репутация. Зачем вот так вот делать? Известие. Кровавый Стэнли пойман и арестован. Теперь горожане безопасности. Хэнк Уильямс, известно, это мы читали, друзья, с вами. Лампочка. Тут пролез наш помощник. Так. Купить что-то можем? Нет. Какие дорогие все стали слушать эти, ну. А щас? Все что угодно. Ятаган. Ну это очень знаменитое оружие. Ятаган это оружие, которое впервые появилось в 16 веке в Османской империи. При длине в 75 сантиметров данный нож обладает характеристиками как чрезвычайно короткой сабли, так и очень большого кинжала. Лезвие без ножен расширяется к верхушке ост, острия. Рукоять клинка всегда тщательно украшена. Да, турки хорошо им владеют. Магнит же я где-то видел. У меня есть лампочка. А магнит был здесь. Еще монетка. И сцена поиска. Ну, хоть что-то другое идет. О, смотрите, часть солдатика. Плюмаж. Ружье какое-то. Винтовка скорее даже. Это не ружье, а винтовка будет. Ну где ж его винтовка-то? Винтовка со штык-ножом. Мяч. Кинжал. Лаг. Поезд. Поезд. Ну вот эта сцена поиска мне по душе пока что. Это интересно. Кукла. Ох, я чуть не забыл. Обалдеть. Вот так вот. Может я еще где-то забыл. Может быть, кстати. Так, лошадь, наездник, колесница и поводья остались. Я ж нажимал на это. Кошка. Оригами. Голубь. Кролик. Так, надо магнит. Магнит у нас есть. Вращайте кубики, чтобы получить правильную комбинацию. Магнит поможет вам отделить один из кубиков. Магнит. Ох. 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 Я наз olan bridge. Редfill. У них даже ситуация была кон实чива с Damen. ТPU. Магнит. Петер Cars Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А где эти плитки? А, вот же они! Да блин! Я что-то забыл... Вообще, друзья, что случилось? А как тут сброс? Это будет кубик... Не надо поработать с той стороны зайти к ним... Ага, как ты с той стороны возьмешь их? Никак! Так, здесь готово... Продолжение следует... Возможно, не в ту сторону я начал двигаться... М-м-м... 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 М-м... 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 М-м-м... 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 А как теперь зайти сюда, вопрос. Есть. Фух. Ключ от шкафа. Последние деньги, друзья, отдаю, к слову. Вот он. А глаза как будто женские. Зерна сколько угодно и даром. Перчатка надо, все понятно. Кукри. Кукри это непальский нож с вогнутым лезвием, похожий на мачете, который используется и как инструмент, и как оружие. Хотя кукри часто используются военными силами, он также является самым используемым многофункциональным инструментом на полях и в домах Непала. А тут что у нас? Две цифры. Пожалуйста. Что за комбинация 3-5-9 и 5-9. Ничего не понял. Что за фигня? 3-5-9. 3-5-9. 3-5-9. 3-5-9. 3-5-9. Слушайте, ну все же красиво у меня было. Почему вы такой ерундой занимаетесь? То есть они решили еще извратить последнюю эту головоломку. И так не самая простая. Почему сброс не работает? Вот. Да что ж такое-то. Нет, друзья, что-то уже не знаю, что и делать. Ну вот смотрите, все, опять нет тут немножко. Даже сброс некорректно работает. Вот оно как! Друзья, я такой идиот! Это надо было, чтобы 3, 5 и 9 были нажаты, а остальные кнопки нет. Боже, а чего я так себе все усложнил? Да, друзья, вот так вот. Билл-Стрит за свои 78 лет мне никогда ничего не надоедало, а теперь уже чертовски поздно. Здесь покоится Джон Стюанс, покинувший этот мир в 14 или 11 апреля 1662 года в возрасте 57 лет. YE! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ацетон. Зачем мне ацетон? Ацетон. Нет, я тут пока посижу. У меня осталась дверь с двумя вот такими фишками. Ключ и ацетон. Определенно что-то тут еще надо сделать. Тут вроде бы никто ничего от меня не требует. Есть свечка, есть ацетон, есть кусок пленки. А вон какая-то ручка есть у меня. Так, а если я ручку сейчас вставлю? Ага, сейчас мы крадем фонарик этот и включим его. Видимо там. Но у нас-то спичек опять нету. Он уже так зажигает, как истинный пироман. О, вот это очень интересно. Так, песочные часы плюс ворона. Ой, ворона, что это я говорю? Плюс дерево. Получается время. И что-то стало с деревом через какое-то время. Я даже не знаю, что это может быть. Высохшие цветы. Человек и птица. Ангел. Ну да, крылья у птицы есть. Ну это жар, птица. Или это феникс. Человек и часы. Труп, скелет. Картина. Птица и камень. Это феникс должен быть. Ой, феникс этот, который превращает в камень. Каменная птица просто. Слушайте. Медуза. Вот что я хотел сказать. Огонь и камень. Просто огонь. Огонь. И высечет огонь на камне. Я, друзья, здесь нет. Я здесь половина не понимаю. Это да, это скульптура. Это, в принципе, логично. Часы и огонь. Вот кто скажет мне, что такое часы и огонь? Факел. Что-то масло. Да, картина и масло. Понятно. Человек. Нарисовано масло на картине. Птица и дерево. У меня никаких нету предположений даже, что это может быть. Гнездо. Ну, логично. Но не очевидно. Что-то убрать где-то надо. А, паутину. Ага, барельеф какой-то. Масло и птицы. Если это масло, тогда что это будет? Ворона. При чем здесь ворона? Это часы. Какое это масло? Это ж не лампа. Огонь и дерево. Дрова. Полено обгоревшее тоже подходит. Да, весьма, вы знаете, специфический этот поиск был. Но все равно, главное, что другой. Передвиньте фишки, соответствующие им части мозга. А как я узнаю? А как это узнать? Подходят они или нет? Сопоставить надо. Нет, ну искусство. А мелодия тогда к чему относится? Циркуль и транспортир 2 плюс 2. Это тоже математика. Транспортир математика и циркуль математика. Друзья, я ничего не понимаю уже. Либо нет. Левая часть мозга и правая часть мозга, они в принципе, да. Одна творческая больше для творчества, вторая для холодного расчета, если так можно выразиться. Надо поменять местами их. Просто непонятно по отношению к чему здесь слевая, по отношению к чему здесь правая. Ух, что-то я хотел бы придумать. В общем, нормально все. Решили, слава богу. Вперед. Ключ от проектора. Еще монетка. Покупаем джамбия. Хотя термином джамбия в арабской часто называют любые ножи, в основном это слово используется для обозначения особого маленького кинжала изогнутой формы. Обычно его носят при себе мужчины старше 14 лет в качестве аксессуара и используют в ритуальных танцах и других мероприятиях. Рукоять джамбия указывает на статус владельца и может быть изготовлена из такого ценного материала, как рог носорога. Так, тут все понятно. Часть трога отсутствует. Ничего больше у тебя взять нельзя? Нет, все остальное на месте. Да, вот в этом доме точно все заперто. Что у нас тут? Ух ты! Это была ловушка или это что-то? Что у нас тут? Что у нас тут? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, ну это не так. Это скорее... Тоже вот так будет. Уши трогать здесь не надо. Так, вот это поднять немножко выше, мне кажется, надо. Вот так. И вот здесь. О! Так, у нас, друзья, что-то случается с нашим героем. Походу он теряет много крови. Часть канделябра, канделябра, ацетон. Что делать? Часть... 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 Делябр, это же. Ммм. Ключ от ящика, ключ от зеркала. Часть пленки, ручка кресла. Монетка. Двигаем наверх. Сцена поиска. Ранеными, друзья. Наш герой раненый собирает предметы. Вы представляете, какой он? Сильный, малый. Что тут вообще делать надо? Линейка. От всего этого барахла избавимся. Так, микстура осталась. Ну, по-моему, нашего героя не падает. Она только начинает падать при определенных обстоятельствах в игре. Вот было бы занятно, если бы действительно мы могли погибнуть и с какого-то момента начинали бы все заново. Это такое, я вот не помню вообще в такого рода играх. Видите, она стоит на месте, она не двигается. Э, что это только что было? Нашка тут, по-моему, глюкнула, мне кажется, сама игра. Часть головоломки. Часть головоломки. еще одна новая комната ничего не купишь стилит по моему правильное ударение это итальянский кинжал крестообразной формы используемый для нанесения резких ударов при нападении имеет очень тонкое лезвие кончик форме иглы хотя изначально стилитом называли только определенный вид оружия теперь это слово используется для всех ножей с узкими лезвиями очень часто попадается это оружие фэнтези у многих персонажей давайте лампу используем еще разочек так тут что-то еще есть будем надеяться что нет как раз фильм то у меня уже есть вода сосуд инструкция мешайте глицерин не хватает глицерина деталь ящика ухты эти как тут интересно все реализовано и все-таки иногда конечно я раз геймс интересные вещи придумывает тут права какая-то осталась вот он где я ничего не по чуть что происходит а и сейчас мы друзья все узнаем что идем к разгадке вот она друзья как она все было своей конечной точки а где конечная точка и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... День седьмой. Странного мальчика зовут Стэнли. Кажется, в нем действительно живут два человека, и мое положение сейчас идеально для того, чтобы описать и приступить к лечению этого необычного состояния. День церковой. В приюте произошло жестокое убийство. Воспитанники были помещены в другие учреждения, но я боюсь, что некоторые из них могли стать бездомными. Несмотря на тяжелую ситуацию, я намерен усыновить Стэнли, чтобы не усыпить, не упустить эту бесценную возможность изучить раздвоение личности. День сто шестьдесят семь. Стэнли живет со мной уже несколько месяцев. Я взял на себя полную ответственность за его здоровье, чтобы определить и излечить его недуг, а также помочь иногда отцовским советам. День двести первый. Я решил попробовать электротерапию. Я могу лишь надеяться, что это ему поможет. День двести два. Наш первый эксперимент увенчался успехом. День двести пятьдесят. Я писал уже очень давно. Я все испортил, разрушил мальчику жизнь. Я жалею, что вообще решился на электротерапию. Стэнли внезапно стал опасно неравновешен. Долгое время казалось, что он пошел на поправку. Мы стали звать его Джек. В знак его новой целостности. Джек даже прошел курсы по подготовке полицейских и стал капитаном. Я горжусь им, но мне страшно. Он все еще не может себя контролировать. В городе было совершено убийство. Я боюсь, что это дело рук Стэнли. Это моя вина. Я лишь надеюсь, что с моим сыном все будет в порядке. Но я никогда не думал, что это так трагичное движение. Я знаю, что ты здесь для моего рода, Стэнли. Он должен был убран, но я боюсь, что они его выполнят. Он должен был убран. Я пробовал это долгое время назад. Ты видишь, я пытался помочь ему. Я пробовал каждый метод, который я мог бы подумать. Даже электротерапия. Есть секретный место, где он может быть спрятаться. Это близко к старому свету. Есть уход за нашим семейцаметерем, который будет приводить вас туда. А второй где? Эй, там два ключика надо. Вы это знаете, нет? Может где-то сцена поиска появится? Да. Так, что осталось? Два человека. Раз человек. А где еще один? Может где-то спрятан? Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Сейчас я наконец-то получу свою победу. Субтитры создавал DimaTorzok. Как вы, друзья, предполагали. Так, мне стоит проверить, наверное, сколько уже идет запись. Что-то, мне кажется, сегодня в очередной раз. Мои обещания не совпадают по времени. Мы, может, не успеем. Давайте, друзья, попробуем все-таки пройти. Мне кажется, это последняя локация. Все уже... Все точки нады уже расставлены. Надо просто дойти до конца. Надеюсь, мы не будем нигде сильно долго думать. И справимся довольно быстро. Ох, я не уверен, что мы справимся быстро. Нет, друзья, сложная головоломка требует хороших мыслительных процессов. Ясного и четкого, как говорится, это. А торопиться это не наш выход. Так что я выхожу в главное меню. Все-таки мы не успели в этот раз пройти. Но вы знаете... Неплохой сюжет. Видите, практически до последнего момента мы с вами, грубо говоря, находились в неизвестности. Все-таки до конца я не был уверен в том, что я думал и рассуждал с самого начала. Но, видите, логика меня не подвела. Мы были с вами правы, рассуждая о том, что в некоторых моментах самая такая яркая личность — это наш детектив. Но надо учитывать тот факт, что мы еще с вами знаем, что такое Grimfocate. И убийца всегда находится где-то рядом вокруг нашего героя, вокруг персонажей, которые его окружают. Ну, давайте тогда возмездие состоится в следующий раз. Поэтому все рассуждения, дабы не тратить время и в следующий раз было о чем поговорить, оставим на финальную часть прохождения основной главы. Все, друзья. Большое вам спасибо за просмотр. Играйте только в хорошие игры. Всем пока-пока и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова